Не секрет, что мы все с вами любим видеоигры, а игры в жанре стелс и подавно. Однако за те годы, что мы провели прячась в виртуальных тенях, удобных кустах и мрачных текстурах, у нас накопился ряд претензий к данному жанру. И сейчас мы подробно расскажем обо всем, что раздражает в стелс-играх. Главная проблема жанра заключается в искусственном интеллекте. Если оставить труп на самом видном месте, то охранники осмотрят его, решат, что их коллега умер по естественным причинам, при этом полностью игнорируя тот факт, что у него изо лба торчит вражеский нож, и продолжат патрулировать местность, как ни в чем не бывало. Исключениями являются лишь несколько игр, в числе которых серия Metal Gear, охрана в которой поднимает тревогу после каждого найденного трупа, или Payday, где неосторожно оставленное тело врага может привести к вызову серьезного подкрепления. Но в большинстве стелс-игр все разворачивается по менее реалистичному сценарию. В качестве яркого примера можно привести Ghost Recon Wildlands, Assassin's Creed и еще некоторые игры от Ubisoft, Sniper Elite, Sticks Shads of Darkness, а также серии Elder Scrolls, Fallout и Heatman, в которых стелс играет далеко не последнюю роль. Туповатый искусственный интеллект — это идеальный способ разрушить погружение в игровой мир. Заскриптовать NPC — это довольно трудоемкое занятие, но ведь в некоторых играх такого рода ситуации почти не происходит, и если современные разработчики решат наконец избавиться от данного клише, то у них есть все шансы создать стелс-игру, способную потеснить большинство их конкурентов. В подавляющем большинстве стелс-игр обязательно есть по меньшей мере две-три миссии, в которых нам необходимо максимально осторожно перебегать из угла в угол, стараясь оставаться в кромешной тьме, но при этом у нас всегда есть возможность устроить громкую перестрелку. Это означает, что если игроку становится скучно, то он может достать весь заготовленный арсенал и превратить все это в сцену из боевика. Разумеется, это немного повысит сложность прохождения, но вместе с этим пропадет и тщательно создаваемая атмосфера стелса. Мы не против истории, в которых стелс разбавлен парой зрелищных перестрелок. Раздражает, что разработчики вставляют подобную вариативность в основное прохождение, что часто просто убивает дух игры. Этим грешат две последние части Splinter Cell, как и вся серия Снайпер Элит. Вот вам довольно яркий пример. Бегаете вы по крышам в Dishonored, а затем случайно нажимаете не туда и попадаете прямо на дорогу. Вас заметили охранники, что привело к общей тревоге, и в результате вам пришлось вступить в открытую схватку с целым отрядом врагов. Dishonored изначально расширила рамки жанра стелс, но затем испортила некоторые моменты, сделав этот самый стелс не обязательным элементом, а опциональным. И это довольно обидно, поскольку в игре немало улучшений, связанных именно со стелсом. Темное зрение позволяет вам смотреть сквозь стены, а перенос дает возможность телепортироваться на короткие расстояния. Эти способности помогают именно тем, кто решил действовать, не выходя из тени. Однако одно неверное движение, и игра превращается в обычный шутер. И одна из проблем, с которой сталкивается весь жанр в целом, это возможность исправить практически любые ошибки. То есть игрок может в любой момент сбежать от преследующей его толпы, или в одиночку расправиться с ней, что ставит под вопрос необходимость стелса. Конечно, здорово, что нам разрешают самостоятельно перебирать жанры, но какой тогда смысл рисковать, если знаешь, что ты в любом случае сможешь выйти победителем из вообще любой ситуации? Именно сейчас нам нужна стелс-игра, которая будет максимально предана своим корням. Игра, в которой поднятая врагом тревога, означает безусловный проигрыш. Именно такая концепция сможет мотивировать нас, обычных геймеров, действовать наиболее скрытно и планировать каждый свой шаг. Ведь возможность ворваться в комнату и расправиться с противником, начисто убивает отлично проработанную атмосферу стелс-игр. Безусловно, мы все любим данный жанр, но из-за таких вот деталей нам зачастую, к сожалению, не удается погрузиться в мир самой игры. Согласны ли вы с нашим мнением, и сталкивались ли вы с другими или подобными проблемами стелс-игр? Расскажите в комментариях. Также не забывайте ставить большой палец вверх, подписываться на наш канал и заходить за информацией на наш сайт xgamesdefistv.com. До скорой встречи на XGames Game TV. Играйте и смотрите вместе с нами.